В регионе планируют расширить перечень целей использования средств единовременного денежного пособия усыновителям. Соответствующий законопроект собрания депутатов внес губернатор НАУ Александр Цибульский. Узнать о имеющихся вакансиях и пройти собеседование. Сегодня в региональном центре занятости населения прошла ярмарка вакансий для тех, кто находится в поиске работы. Вычеты по имущественным налогам теперь предоставляются без заявления граждан. Порядок применения вычетов по налогу на имущество физических лиц разъяснили для жителей округа специалисты межрайонной налоговой инспекции. Жизнь вдали от цивилизации. Репортаж с острова Вайгач, где находится метеостанция имени Федорова, смотрите в нашем выпуске новостей. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Нижалова. Здравствуйте! В регионе утвержден план противодействия коррупции до 2020 года. Соответствующий документ подписан главой НАУ Александром Цибульским и опубликован на официальном портале правовой информации. Региональный план предусматривает конкретные мероприятия по повышению эффективности деятельности органов госвласти в антикоррупционной сфере. Документом закреплена обязанность чиновников предоставлять в электронном виде отчетность по доходам и расходам. В частности, с 1 сентября 2019 года специальное программное обеспечение «Справка БК» должны использовать все лица, которые претендуют на замещение должностей или замещают должности, осуществление полномочий которых подразумевает предоставление сведений не только о своих доходах, расходах и имуществе, но и соответствующие сведения о супругах и несовершеннолетних детях. Кроме того, в плане содержатся рекомендации для органов местного самоуправления, а также устанавливаются конкретные сроки исполнения тех или иных поручений с ответственными за них лицами. Непосредственный контроль за выполнением плановых мероприятий будет осуществлять аппарат администрации Нинецкого автономного округа. В регионе планируют расширить перечень целей использования средств единовременного денежного пособия усыновителям. Соответствующий законопроект собрания депутатов НАУ внес губернатор Александр Цибульский. В настоящее время предусмотрены выплаты усыновителям в течение первого и второго года единовременно в размере 150 тысяч рублей, в течение третьего года единовременно в размере 200 тысяч рублей. Средства, выплачиваемые в течение второго и третьего года после усыновления, имеют целевой характер и могут быть направлены на улучшение жилищных условий усыновленного ребенка, получение им образования, на его оздоровление, либо получение им специализированных, в том числе высокотехнологичных видов медицинской помощи. На ближайшей сессии, которая состоится 25 октября, законодатели рассмотрят поправки в окружной закон, предложенные губернатором округа. Предлагается расширить перечень целей использования средств единовременного денежного пособия усыновителям. В частности, предлагается включить следующие направления. Приобретение товаров длительного пользования, оплату текущего ремонта жилого помещения, компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения и проезда членов семьи к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации. В настоящее время законопроект размещен для общественного обсуждения на официальном сайте окружного собрания депутатов. Свои замечания и предложения можно направить до 23 октября. За первый год действия программы однопроцентной ипотеки в Ненецком округе Московский индустриальный банк выдал 173 льготных кредита. Кроме того, порядка 100 заявок находятся в работе. Около 80 из них одобрены, примерно 20 кредитов на регистрации и около 15 на первом этапе обработки. Прием заявок на получение ипотечных кредитов под 1% в банке стартовал ровно год назад, 10 октября. Льготная 1% ипотека запущена на основе ранее действующего механизма 5% ипотеки. В уже действующие на территории региона закон внесли соответствующие поправки, предполагающие еще более выгодные для жителей НАУ условия. В частности, срок предоставления льготного кредита был увеличен с 10 до 15 лет. При этом заемщикам предоставилась возможность приобретать жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Жилой дом, где приобретается квартира, должен быть кирпичным, панельным или монолитно-бетонным и должен быть построен не более чем 35 лет назад. Недополученный банком процент компенсирует финансовая организация окружной бюджет. Как отметили в Департаменте финансов и экономики НАУ, на этот год в казне региона предусмотрено 20,8 миллионов рублей. Из них уже перечислено порядка 15,5 миллионов. Узнать о имеющихся вакансиях и пройти собеседование. Сегодня в региональном центре занятости населения прошла ярмарка вакансий для тех, кто находится в поиске работы. Свои предложения для соискателей представили свыше 10 работодателей Ненецкого округа. Это уже шестая по счету ярмарка вакансий в текущем году, организованная Центром занятости населения. Подробнее об этом расскажем в материале выпуска. Среди тех, кто сегодня находится в поиске потенциальных сотрудников, окружной военкомат. На ярмарке вакансий управления представляет начальник отдела социального и пенсионного обеспечения Татьяна Стаяч. Мы беседуем прямо с молодыми людьми, мы уже их видим, мы их изучаем. А так в организации они приносят только одно резюме, передадут и все, и общения-то никакого нет. Поэтому лучше, конечно, эти ярмарки. Очевидный плюс подобных мероприятий есть и для соискателей. Это возможность напрямую пообщаться с представителями сразу нескольких предприятий и организаций, сравнить условия работы и уровень заработной платы. И для этого не нужно обивать пороги учреждений. Все находится на одной площадке. Кроме того, сотрудники Центра занятости населения на месте помогают грамотно составить резюме – один из главных залогов успешного трудоустройства. Вся информация в резюме предоставляется в достоверной форме. То есть работодатель проверяет, где человек работал, проверяет диплом. Все должно быть написано системно, без грамматических ошибок, чтобы резюме было в приклядном виде. То есть оно не должно быть помято. И самое главное, на что стоит обратить внимание, человек должен указать свои профессиональные качества. То есть что он может, может быть у него какое-то хобби есть, может быть есть какие-то награды. Все это нужно указывать в резюме. Кроме содействия в составлении резюме, Центр занятости населения НАУ организует курсы профессиональной подготовки для тех, кто официально признан безработным и мечтает получить профессию или пройти переподготовку. Требования есть. Они касаются того, с какой целью человек хочет получить это образование. Либо это повышение квалификации для того, чтобы человек смог найти себе работу. Либо, возможно, человек утратил способность к своей работе, и он хочет возобновить трудовую деятельность, но несколько по другому направлению, например. А кто-то хочет получить смежную профессию для того, чтобы у него появилось больше шансов к трудоустройству. Это все индивидуально решается, рассматривается. В настоящее время в Центре занятости населения НАУ представлено свыше 700 вакансий. Впрочем, ежедневно это количество меняется в сторону уменьшения или увеличения. В пятерке самых востребованных профессий в регионе – продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, повара, врачи, медицинские сестры и педагоги. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Вычеты по имущественным налогам теперь предоставляются без заявления граждан. Порядок применения вычетов по налогу на имущество физических лиц разъяснили для жителей округа специалисты межрайонной налоговой инспекции. При исчислении налога, исходя из кадастровой стоимости объектов, налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров от его общей площади. В отношении каждой квартиры и частного жилого дома на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров. В отношении комнаты или квартиры на 10 квадратных метров. Эти налоговые вычеты предоставляются автоматически. Применяются понижающие коэффициенты. За 2017 год этот понижающий коэффициент составляет 0,2%. То есть законодатель, введя изменения при исчислении налога на имущество, скажем так, ввел такой более льготный порядок для исчислений, чтобы налогоплательщик за 2017 год полную стоимость налога еще не уплачивал. Налоговые уведомления по имущественным налогам жителям Архангельской области и Ненецкого округа рассылают филиал Санкт-Петербургского учреждения. Поэтому налоговики призывают граждан не бояться получать такую корреспонденцию. Кроме того, если в документе адресат обнаружит ошибку, то на обратной стороне бланка необходимо заполнить форму и вернуть в территориальный налоговый орган для исправления. В первой графе указывается налоговый период 2017 год. Во второй графе у нас указывается способ исчисления. То есть исчисление идет, указан коэффициент К, это кадастровая стоимость. Стоимость объекта уже у нас указана за минусом налогового вычета. То есть здесь кадастровая стоимость уже взята как налоговая база за минусом 20 квадратных метров. Далее, период владения доля вправе, то есть физическое лицо владеет полностью объектом. Далее, применяется понижающий коэффициент, о чем мы говорили ниже. В данном случае за 2017 год понижающий коэффициент 20%. Дальше, период владения данным объектом 12 месяцев из 12. То есть физическое лицо полностью весь год владело данной недвижимостью. Последняя графа у нас указывается сумма исчисленного налога. То есть кадастровая стоимость умножается на ставку, применяется коэффициент, период владения и получается сумма к уплате. Кроме того, на интернет-сайте налоговой службы создана страница налогового уведомления 2018. По мнению специалистов, она поможет гражданам быстрее разобраться в опросе. Дополнительно, для налогоплательщиков в территориальной инспекции 9 и 10 ноября будет организован день открытых дверей. 9 ноября инспекторы ждут горожан с 9 до 18 часов, а 10 с 10 до 15.00. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Предпринимателям НАУ окажут имущественную поддержку. На сайте регионального центра развития бизнеса обновлен список движимого и недвижимого имущества для предоставления в аренду субъекта малого и среднего предпринимательства. В перечень включено 52 объекта, расположенных в Наринмаре, поселке Искателей и других населенных пунктах округа. Так, предприниматели могут арендовать торговое оборудование, вездеходные транспортные средства, объекты жилищно-коммунального хозяйства и нежилые помещения. Ознакомиться со списком и порядком предоставления имущества, а также с фотографиями объектов недвижимости в Приморско-Куйском, Пустозерском и Тиманском сельсоветах можно в Центре развития бизнеса. Подробнее об этом можно узнать по телефону 2-18-48. Заключен контракт по зимнему содержанию дорог от Нижней Пеши до Волоковой. По итогам электронного аукциона содержанием дороги займется компания «Полар», работающая в муниципальном образовании Пешский сельсовет уже несколько лет. В этом году из окружного бюджета на зимнее содержание стратегической грунтовой автодороги регионального значения село Нижняя Пеша, деревня Верхняя Пеша, деревня Волоковая выделено 2,5 млн. рублей. Общая протяженность дорог на данном маршруте составляет порядка 43 километров. На всем их протяжении располагается 21 водопропускная труба и 26 мостовых сооружений с деревянным настилом. Согласно техзаданию, подрядчик обязан обеспечить бесперебойное и безопасное движение автотранспорта в зимний период. Ему предстоит выполнить работы по очистке автогрейдерами дорог и обочин от снега, обустроить указательными вехами весь маршрут, заняться очисткой от льда водопропускных труб и распределить противогололедные материалы по проезжей части. Коткинский сельсовет обустроит места комфортного отдыха сельчан в рамках инициативного бюджетирования. С предложением по благоустройству общественных мест отдыха выступили местные жители. На поддержку их инициативы округ направит муниципалитету 471 тысячу рублей. В первую очередь в рамках проекта по благоустройству для сельских ребят построят большую деревянную горку. А в сельсовете считают, что она станет популярным местом для зимнего отдыха, так как в селе проживает много семей с детьми. Горку установят в районе местного спортивного комплекса. Катания будут сопровождаться музыкой. Также на территории площадки будет обеспечено освещение. Кроме того, проектом муниципалитета предусмотрена организация места для летнего отдыха сельчан. На берегу реки Сула построят комфортную панорамную беседку. Всего в текущем году в рамках инициативного бюджетирования на проекты по благоустройству территории муниципальных образований округ выделил порядка 11 миллионов рублей. Романтики севера или просто преданные своей профессии люди. Наша коллега Алина Вучейская побывала на метеостанции имени Федорова, что на острове Вайгач. О жизни вдали от цивилизации расскажем прямо сейчас. Забор и анализ морской воды для Натальи Морозовой – привычный ежедневный ритуал. Молодая начальница гидрометеостанции ловко справляется с ориометром. Теперь берем ловометр. Берем его аккуратненько, потому что они очень хрупкие. Крутим. И ждем, когда он остановится. И все, он показывает плотность воды. Анализ плотности и солености воды – одно из немногих исследований, которые метеорологи проводят вручную. Зимой к этим обязанностям добавляется снегосъемка и замеры толщины льда. Кроме того, сотрудники станции наблюдают за ледовой обстановкой в проливе Карские ворота. Все остальное – замеры ветра, температуры и влажности – делает автоматиком. Данные ежедневно передаются в Северное управление гидрометеорологии. На обед сегодня одно из любимых здесь блюд – солянка. Готовят его часто еще и потому, что из продуктов на метеостанции в основном консервы. Провизию на остров завозят раз в год на научно-исследовательском судне. Мясо и колбасу доставляют в замороженном виде. Так как в рационе должны быть углеводы, везут крупы и макароны, чай, кофе, конфеты и печенье. Впрочем, девушки к такой жизни давно привыкли. На большую землю возвращаться даже не думают. Даже иногда страшно становится. Думаются, что по-любому всю жизнь здесь не посидишь. И что там делать? Наталья Морозова на Вайгач приехала 10 лет назад. Совсем юной девчонкой. Направили на Север сразу после училища. Вместе с коллегой из Мурманска они обустроили станцию, сделали ремонт, чтобы жить и работать в хороших условиях. Спустя 4 года из Алтайского края перебралась и сестра Натальи Юлия. А буквально месяц назад перестала пустовать место механика. Его занял Владимир Колесников. Основная задача мужчины – следить за бесперебойной работой дизельной установки. Здесь ее называют сердцем метеостанции. Ведь отопление, освещение, связь и интернет, а также работа приборов полностью зависят от энергетического комплекса. Конечно, Север много мучает. Мы ни одну проволочку, вот видите, у нас все, ни один кусочек железа мы не выбрасываем. Почему? Потому что ближайший магазин у нас только вертолетом. Вот. Пешком не дойдешь. Поэтому мы все складываем. Это сюда, это сюда, это сюда. Потому что знали то, что все равно это через месяц, через два, через полгода, даже пусть не мне, а моему сменщику, это все равно пригодится. Подобные метеогородки разбросаны по всему Арктическому побережью. Но примечательно, что станция имени Федорова является одной из крайних точек цивилизации во всем Баренцево море. Дальше только Новая Земля и Северный полюс. Алина Волучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», остров Вайгач, Ненецкий автономный округ. По информации Северного управления по гидрометеорологии, мониторингу окружающей среды этой осенью ледостав на реке Печора в районе Наринмара ожидается 28 октября. Редактор субтитров А.Семкин